В Минске этим утром возобновились переговоры участников трехсторонней контактной группы. Представители Киева, ДНР и ЛНР вместе с посредниками из России ОБСЕ накануне заседали до позднего вечера и сделали перерыв на ночь. Провозглашенные Народные Республики передали проекты документов, включающие целый комплекс мер по регулированию конфликта в Донбассе. Что скажут остальные, станет известно совсем скоро. Между тем, вечером там же в белорусской столице ожидают лидеров стран, так называемой нормандской четверки, о новых попытках найти выход в репортаже Алексея Кряквина. Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины возобновила свою работу сегодня утром после 10-часового перерыва. Напомним, накануне вечером после 3-часового совещания стороны взяли паузу и разъехались. Первыми зал переговоров в Минске, его называют Дип-сервис-холл, покинули экс-президент Украины Леонид Кучма и посол России на Украине Михаил Зурабов. На крыльце они пожали друг другу руки и даже обнялись. Спустя некоторое время вышла спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тельявини. Последними здания покинули представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Владислав Дайнега. И сразу предупредили, информацию, которую они могут поделиться с журналистами, мало. Результатом сегодняшней части переговоров стало то, что мы передали наш проект протокола, который включает комплекс мер как военного урегулирования, так и политического. Перерыва стороны контактной группы взяли документ для ознакомления и после перерыва готовы дать ответ. Как долго будет длиться перерыв, участники не сообщили. По их словам, все будет зависеть от готовности остальных переговорщиков и в частности Украины. Мир, он практически невозможен без политического урегулирования. Мы это проходили в декабре месяце, в начале декабря были достигнуты определенные договоренности, основанные на соглашениях чисто военного характера. Но, как видите, практика показала, что это не дало результат. Поскольку все общение проходило за закрытыми дверями, о том, каковы условия достижения мира в Донбассе, сказать не может никто. Тем не менее, пока шли переговоры, информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что стороны согласовали режим прекращения огня, схему отвода тяжелых вооружений, обсуждали статус Донбасса и возможность проведения местных выборов. Предполагается, что участники встречи должны прийти к общему мнению еще по ряду принципиальных позиций. Сегодня в Минске ждут лидеров так называемой нормандской четверки – России, Франции, Германии и Украины. Переговорщики должны представить им консолидированный документ. Накануне президент Франции заявил в Елисейском дворце, что едет в Минск с твердой решимостью достичь мирного соглашения. Военного решения конфликта в Донбассе нет, уверены все участники переговоров. Между тем, Петр Порошенко звонил вечером американскому президенту Бараку Обаме. В пресс-службе украинского президента сообщили, что речь шла о тесной координации дальнейших шагов после сегодняшней встречи нормандской четверки. Алексей Кряквин, Сергей Панасюк, Белорусское бюро Первого канала. И вот, как стало известно, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Алант подтвердили решение отправиться в Минск для участия в переговорах в нормандском формате. Об этом сообщили в Елисейском дворце. В распространенном заявлении подчеркивается, что оба политика хотят использовать все возможности мирно урегулировать украинский конфликт. Последние российские предложения по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждались в ходе телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Как сообщает пресс-служба Кремля, оба лидера подчеркнули важность политического разрешения внутри украинских проблем, скорейшего прекращения кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех, без исключения региона страны, включая Юго-Восток. В целях сближения позиций и подходов по ситуации на Украине президенты России и США договорились о поддержании контактов на различных уровнях. Тем временем в Донбассе тише пока не стало. Рано утром в Донецке обстрелу подверглась проходная металлургического завода и автостанция. По разным данным погибли пятеро или шестеро мирных жителей. Не менее восьми получили осколочные ранения, переломы и ожоги. Власти республики считают, что случившееся дело рук диверсионной группы, которая орудует в городе. Одним из первых на месте событий оказался наш корреспондент Иван Прозоров. Центральная автостанция Донецка, главный транспортный пассажирский узел. Отсюда автобусы расходятся по всем районам города. Здесь же люди пересаживаются с одного маршрута на другой. 7.30, утренний час пик, было очень многолюдно. Снаряды начали падать как раз в тот момент, когда люди рассаживались в несколько автобусов. Когда все это было, вот этот холодильник упал на его, это на него упал, все осколы на него. И он как раз мне рассказывал, когда я вышел отсюда, я последний вышел. В машине уже горят, когда он вышел. Руки все в крови, лицо в крови, ноги в крови. И много не мог ходить, его оболчанцы помогли, отвезли. Ему рентген сделали, и слава богу, нога целая. Обгоревшая пачка купюр взрывной волной вынесла из одного из магазинов. Они в тот момент все работали, целый ряд торговых киосков. Сюда тоже спешили люди, чтобы купить продукты, медикаменты. Но кто-то из них не успел. Два человека погибли на месте у входа вот в эту аптеку. Мы увидели, что у нас нет здесь стекла, и здесь горят маршрутки. Это с этой стороны, а с другой стороны магазина на земле лежали люди. Я не знаю сколько. Потом подъехали МЧС, скорая, все службы. Тут тушили, там людям оказывали первую помощь. От автобуса остался только обгоревший остров. Именно сюда угодил один из снарядов. Это видно по деформации металла, по взрывной волне. Металл еще, кстати, теплый. Этот автобус тоже уничтожен, прошит осколками с этой стороны также. Здесь стояло также несколько маршрутных такси, но ополченцы успели их оттащить, потому что эти автобусы горели, а на соседних было газовое оборудование, они тоже могли взорваться. Один из них сейчас забирает эвакуатор, второй пока остается здесь. Один из снарядов угодил точно в него. Это видно по деформации металла, по тому, как шла взрывная волна. На место трагедии прибыли наблюдатели из мониторинговой миссии ОБСЕ. Они осмотрели место происшествия, но никаких комментариев пока не озвучили. Заявили, что будут обрабатывать информацию и изучать улики, которые найдены на месте обстрела. И полицейские обнаружили несколько фрагментов мин или артиллерийских снарядов. Это еще предстоит уточнить. Жители соседних домов рассказали, что слышат звуки взрывов, что они не впервые, но так близко, пока снаряды не долетали. Так близко, пока они не падали. Как только переговоры, так и начинаются. Ну лучше, что не заметили, только переговоры вот сегодня назначены. Значит, какая-то провокация будет. А для чего это делается? А для чего это делается? Для того, чтобы это самое, чтобы нас во всем обвинить. Я вот никуда не уезжаю. Уже год мы это терпим. Ну сколько же можно? Ну сколько же можно стрелять по людям? Работники автостанции сейчас пытаются навести порядок здесь. Хотя это не просто. Кругом осколки, кровь, следы искорюженного металла. Но станция должна возобновить свою работу в ближайшие часы. Пассажиры должны вернуться сюда. И автобусы должны начать развозить их по прежним маршрутам. Ну а много раненых по-прежнему остаются в больницах. И число погибших до конца еще окончательно неизвестно. Оно может увеличиться. Иван Прозоров, Дмитрий Белов и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Донецк. Власти ДНР сообщили, что украинские войска, похоже, готовят наступление на Донецк. По данным разведки ополчения, к северу от города наблюдается большое скопление сил ВСУ. Подразделения переброшены в районы населенных пунктов Авдиевка, Орловка, Новоселовка-1 и Новоселовка-2. При этом не прекращаются обстрелы других населенных пунктов. Атаке киевских силовиков вновь подверглась и Горловка. В результате возник пожар в пятиэтажке. В штабе ополчения говорят об одном погибшем. В Старобешевском районе, прозглашенной республике, огонь был открыт по селу Раздольному. А на Дебальцевском направлении активность киевских военных заметно снизилась. Ополчение все плотнее сжимает кольцо. Вокруг многотысячной группировки силовиков заняты все соседние высоты. Среди стратегически важных точек поселок Риткадуб, в котором после освобождения побывала наша съемочная группа. Репортаж Антона Степаненко. С батальона разведки мы едем в поселок Риткадуб. Теперь это освобожденная от украинской армии территория Донбасса. Но бои на юго-восточном направлении Дебальцевского котла продолжаются. Блокированные в этом секторе части вооруженных сил Украины настолько деморализованы, что не предпринимают попыток контратаковать. Они лишь пытаются сбить наступательный порыв ополченцев на город Дебальцево артиллерийской стрельбой. Освобождение Риткадуба имеет для донецких войск стратегическое значение. Украинские войска отступали туда, в сторону Дебальцево. И от Риткадуба до Дебальцево занять рубеж обороны им просто негде. Чистое поле. Оборону здесь пытались держать солдаты батальона Киевской Руси, 128-й горнопехотной бригады, куда добровольцами шли служить боевики националистических батальонов. Танковое подразделение их поддерживало. В землю здесь они зарывались с июля. Окопы, огневые точки для круговой обороны, ходы сообщения, блокпосты на подступах. Это опорный пункт обороны украинских войск в южной части поселка Риткадуб. На небольшой площади как минимум три хорошо укрепленных блиндажа, которые, как говорят военные, могут выдержать даже прямое попадание реактивным снарядом в град. При желании оборону здесь можно было держать долго. Но, видимо, желания держать ее у украинских солдат не было. 7-я бригада вооруженных сил ДНР штурмовала этот укрепрайон две недели. Увидев его изнутри, ополченцы сильно удивились, насколько малой кровью удалось его взять. Побросали все, побросали технику, форму, снаряжение, телефоны, личные вещи. Уходили полностью налегке, забирали с собой только личное оружие. И действительно, пожитки украинских защитников отечества до сих пор проветриваются после боев на веревке. Продуктов целые ящики, спальные мешки, рюкзаки, военная форма. Символы украинской государственности, флаги, брошенные вместе с тряпьем на землю. Этот мусор ополченцам не нужен, а вот за вооружение они благодарны. Спасибо за оставленную технику, которую здесь бросили, которой нам так не хватало. Вообще в сумме при отступлении они оставили здесь 4 танка, 3 БМП и 8, которые сейчас пойдут на ремонт и дальше будут уже воевать только на наших, скажем так, наших интересах. Боеприпасы украинские солдаты даже не пытались скрыть, что получают их из стран НАТО, в частности из Румынии, бросили тоже, как и своих погибших однополчан. Мы не знаем, что их бросили. Боялись, наверное, вот и убежали. Они убегали, своих людей на усине-то наматывало. Мы захоронили около 15 человек здесь именно. Пробовали связаться с начальством 25 батальона, тот на контакт никакой не шел, тела не забирать отказались. Поэтому мы просто придали земле здесь. Если родственникам нужно было, будут, они приедут, смогут достать и нормально уже перезахоронить своих ребят. С освобождением редкодуба Дебальцевский котел стягивается вокруг украинской группировки все туже. А за время боев ее численность, по сведениям ДНР, сократилась уже с 8 до 6 тысяч человек. Наступление на Дебальцева продолжается. Антон Степаненко, Артем Григориан, Виталий Мельниченко, Первый канал, Дебальцевский фронт. Между тем стало известно, что офицеры вооруженных сил Украины бросают личный состав в Дебальцевском котле и бегут из окружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Донецкой Народной Республики. Командный состав передового командного пункта штаба АТО покинул Дебальцево, фактически бросив своих подчиненных на произвол судьбы. Сдавшиеся силам ополчения пленные украинские военнослужащие заявляют, что среди окруженных Дебальцево силовиков, военнослужащих старшего офицерского состава, способных грамотно организовать оборону города, не осталось. Мы неоднократно говорили, что простые солдаты, до сих пор не зная, что находятся в котле, что они фактически обречены на уничтожение. Все это благодаря своим офицерам, которые себя спасают в первую очередь. Случаи массового дезертирства из армии уже не скрывают и в Киеве. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос признался, что не подчиняются командованию и бегут целыми батальонами. Только в официальной статистике, это с учетом открытых уголовных дел, фигурирует 16,5 тысяч солдат и офицеров. Не досчитались даже генерал-майора службы внешней разведки. Большая часть совершает побеги, уже попав в зону силовой операции в Донбассе. Впрочем, по мнению прокурора, подобное поведение людей под присягой объяснимо. На месте боевых действий у военнослужащих вполне возможно, цитирую, проявление ограниченной вменяемости. За минувшие сутки в Ростовской области открыли еще два новых пункта временного размещения для украинских беженцев. В регионе таких центров на данный момент уже 38. После возобновившихся обстрелов мирных городов ДНР и ЛНР, те, кто до последнего не желал покидать свои дома, стремятся поскорее выбраться в безопасное место. Многие едут к родственникам в Россию. Говорят, что теперь другого выхода у них нет. Только из Луганского города Стаханов, где с 1 февраля курсирует автобусный рейс, ежедневно выезжает до 50 человек. В сторону украинской территории пути нет. На подконтрольных Киево-блокпостах людей не пропускают. А куда в Украине? Мы нужны, если так разобраться, в той же Днепропетровской области, в той же Киевской области. Кому мы там нужны? Никому. Окна повылетало, все повылетало. В хате холодище. Холод в хате. Как жить? Вот бомбят, бомбят. Разве хочется нам выезжать? Нам не хочется. Спасибо Порошенко нашему, что он нам так делает, что у нас дети в подвалах сидят. У них же учатся, а наши дети сидят в подвалах. Из общения с пометкой «Молния» под Волгоградом разбился военный самолет Су-24. Фронтовой бомбардировщик исчез с экранов радаров около получаса назад. Связь с бортом, который выполнял учебный полет, пропала в районе аэродрома Мариновка. Как сообщили в Министерстве обороны, судьба экипажа пока неизвестна. В район падения направлена поисково-спасательная группа, создана комиссия для расследования ЧП. Решить проблему импортозамещения, при этом снизив стоимость товаров первой необходимости, попытались на Дальнем Востоке. В Амурской области для фермеров организовали площадки по выращиванию свиней, а в Хабаровском крае открыли социальный магазин. Оправдал ли себя эксперимент, расскажет Руслан Бекбулатов. На витринах десятки наименований сельхозпродукции, только местных производителей. Магазин обеспечил население дешевым товаром, фермеров, рынком сбыта. Проблему в этом селе решили взаимовыгодно. Если раньше мы закупали эту продукцию, то есть, о, там, КНР, да, поставлял нам, то есть, бралось с базы, что капуста, что картошка, что свекла. То есть, сейчас мы замещаем, мы не берем. И цена стала местного производителя на дешевле. Магазин потребительской кооперации в селе Восточное. Явление еще советских времен возродили местные жители. Они объединились, когда цены на продукты стали слишком высокими. Общими усилиями открыли собственный магазин. Со владельцами стали пайщики. Карачка стоит 138 рублей. Когда раньше они стоили, когда было поступление из-за границы, карачка стоили минимум 160-180 рублей. Найти клиента и выгодно продать мясо. Для фермера Дениса Супруна это больше не проблема. Свинину, птицу и крольчатину теперь продают в этом магазине. У них закончилась продукция домашняя, ну, мясная. Говорят, забиваешь, под реализацию отдаешь, все, как бы проблем нет. Прийти в магазин, но не за покупками. Здесь местные жители могут сдать на реализацию излишки своего огорода. Ольга Егорова собрала осенью большой урожай картофеля. Восемь мешков приняли по цене 30 рублей за килограмм. Продадут за 35. Прежде тоже были избытки, где выходили, продавали на дорогу у нас федеральная трасса. Можешь сидеть на жаре допоздна, то продашь, то не продашь. Владельцы кооператива решили, торговая надбавка не превысит 15%. Это в два раза меньше обычной. И достаточно, чтобы установить сравнительно низкие цены, содержать магазин, платить налоги и зарплату. В Амурской области у фермеров животноводов проблем со сбытом нет. Наоборот, в регионе потребляют мясо почти вдвое больше, чем производят. Первая партия свинины выращенная при низких затратах и в короткий срок на экспериментальной откормочной площадке. Вместо дорогостоящих строений крытые загоны. Брус и профнастил – это все, что нужно для такой фермы. Свиноводы приобрели поросят в племенном хозяйстве. Согласно договору, область компенсировала часть затрат. Фермеры реализуют мясо по низким ценам. Мы собираемся дальше заниматься производством. Если выгодно, то еще больше будет. Нужно больше поголовья. Но этот год мы планируем тысячу. Сегодня около 400. Больше 400 поросят есть сегодня. В прошлом году в эксперименте приняли участие 4 фермера. В этом желающих уже 15. В региональном ментсельхозе разрабатывают новые формы поддержки. Понизить себестоимость рассчитывают за счет низких затрат на содержание и высокопородистого скота, чтобы в итоге население получило качественную продукцию по приемлемым ценам. Руслан Бекбулатов, Алексей Шиян, Екатерина Якунова. Далевосточное бюро Первого канала. Новую моду на радикальное преображение в Голливуде обсуждают уже не только поклонники звезд. Повод для пересудов дала 44-летняя Ума Турман. Появившись на очередной премьере, актриса весьма удивила, если не сказать шокировала, окружающих своим новым обликом. Многие с трудом ее узнавали. Слопыхатели сразу же заговорили о пластических операциях и многочисленных уколах красоты. По другую сторону оказались те, кто уверен, что злую шутку с актрисой сыграл крайне неудачный макияж.